Всем привет! Хочу поговорить сегодня о Винсенте Ван Гоге и о том, что важно знать о его живописи. Эта тема, безусловно, очень широкая, но для понимания творчества художника, хотя бы для начала, достаточно знать о некоторых важных фактах или особенностях. Так вот, ну, больше всего мы знаем с вами о некоторых фактах биографии Ван Гога. Импрессионист Камиль Писсаро сказал однажды о Ван Гоге, что он всегда знал, что этот человек либо сойдет с ума, либо оставит всех нас, имею в виду, себя и своих коллег позади. Но для него было совершенно удивительно, что Ван Гог сделает и то, и другое одновременно. В первые годы Ван Гог страдал тем же самым, чем страдают большинство юношей его возраста. Он совершенно не понимал, кем он хочет стать. Он увлекался религией, он думал о том, что, возможно, он сделает карьеру священника. Однако, эта перспектива его не очень удовлетворяла. Мы можем сказать, ну, и слава богу. Однажды он писал своему брату Теу, что он не знает, кем хочет стать. И его брат ответил на это сомнение самым лучшим образом. Сказал, стань художником. Ван Гог не получил обстоятельного систематического художественного образования. Он брал уроки живописи, ходил заниматься в студию, но в итоге он так и остался самоучкой. Однако, постепенно, именно так он и находит свою собственную художественную интонацию. В середине 80-х годов Ван Гог пишет картину, которая считается первым его классическим произведением. Это «Едоки картофеля». Пять человек в темной комнате, освещенные масляной лампой, сидят за столом и руками едят картофель. Композиция очень сложная для новичка в живописи, но Ван Гог ставил перед собой большие цели. Он хотел быть таким же, как Чарльз Диккенс, только в живописи и в отношении крестьян. И крестьяне не должны были выглядеть как-то сентиментально, они должны были выглядеть реалистично. Поэтому здесь Ван Гог использует определенную гамму цветов. Это коричневые, серые тона, лица крестьян, их руки изображаются грубыми. Ну, в общем, чтобы изобразить измученных жизненными обстоятельствами людей. Затем Ван Гог посещает Париж. Там он знакомится с импрессионистами и их творчеством, и по-настоящему узнает, что такое цвет. Между прочим, Париж – это гораздо более солнечное место, чем, например, Москва. Отсюда можно сделать вывод о том, почему же это в Париже и во Франции в целом так хорошо развита живопись и имеет такую замечательную историю. В отличие от России, куда она была фактически привнесена извне. Ван Гог узнает, что такое настоящий цвет. Он начинает экспериментировать с цветом, сопоставлять различные цвета, противопоставлять их друг другу. Красный, зеленому, желтый, фиолетовому, например. Также он берет на вооружение технику спонтанных мазков и добивается таким образом объемности своих картин. А далее он отправляется в город Арль, который становится по-настоящему его городом. Это очень небольшой городок был в то время. Но там Ван Гог пишет целый ряд произведений, которые делают его уже знаменитым художником XX века. Но, к сожалению, не для современников. Это и «Подсолнухи», и «Звездная ночь», и «Спальня», и целый ряд других картин. Но Ван Гог говорил, что ему важнее всего добиться такого эффекта, чтобы люди сказали «Этот человек действительно глубоко чувствует». А еще одним ориентиром в живописи Ван Гога становится японская гравюра. С ней были знакомы многие художники Франции того времени, 70-х, 80-х годов, даже более раннего времени. Ван Гог пишет своему брату «Я завидую исключительной ясности японцев, которая очевидна во всех их работах. Они никогда не скучны и не выглядят сделанными наспех. Они естественны, как дыхание. И японцы несколькими мазками добиваются такой простоты, как вот мы с вами на автомате застегиваем пальто. Любая репродукция и цифровое изображение никогда не даст нам понять, что такое живопись. Ее, естественно, надо видеть живо. И, кстати говоря, вы задумывались о том, а как правильно смотреть картины. Ну, да, конечно, можно сказать, что как кто хочет, так кто-то смотрит. Но, однако, картина – это прежде всего холст и краска. И очень важно понять, как они друг с другом соотносятся. Например, Дэвид Хокни, прекраснейший художник, между прочим, наш с вами современник сегодня, говорю, что прежде всего он смотрит на поверхность картины, а потом уже как-то оценивает ее в целом. Так, для Ван Гога картина – это не просто живопись. Это отчасти скульптура, потому что если вы приблизитесь к полотну, смотрите, как оно сделано, то вы увидите, что оно практически слеплено. Ван Гог не всегда пользуется кистью, чаще он пользуется мастихином или просто пальцами. И создает своеобразные скульптурные произведения, но в форме картин. Зачем он это делает? Ну, вообще, отчасти, кстати говоря, это, наверное, начало живописи жеста, которая будет развита уже в 20 веке. Но для чего нам нужны жесты? Очевидно, для того, чтобы помочь выразить наше какое-то внутреннее состояние, нашу эмоцию. Для Ван Гога это было крайне важно. Потому что для него было неинтересно изображать просто предметы. Ну, фото, техника делает это гораздо лучше. И в конце 19 века, в начале 20 века, безусловно, делало это уже лучше, чем любой художник, даже суперпрофессионал. Для Ван Гога было важно изобразить его внутреннее отношение к тому, что он видит. Вот это он нам и показывает теми приемами, к которым он прибегает. И для передачи своих эмоций он даже начинает искажать сами изображения. Например, изображая старую оливу, он выкручивает ей ветки с тем, чтобы подчеркнуть ее старость. Более того, он объясняет, что даже его цель заключается в том, чтобы совершать ошибки. Чтобы демонстрировать неправду. Да, ну, неправду в виде преувеличений. Но это неправда с точки зрения Ван Гога гораздо правдивее, чем любая буквальная правда. То есть, буквальная передача какого-то изображения. А в чем действительно смысл этой буквальности для нас? Разве это интересно? И тем самым Ван Гог, получается, предвосхитил одно из известнейших художественных направлений 20 века. А именно экспрессионизм. Однако Ван Гог был не первый, кто писал картины с такой экспрессией. Удлиненные, перекрученные формы, неожиданные ракурсы, невероятный цвет. Вот основа его художественного метода. Главное, это не просто виртуозные приемы мастера. Он сумел их наполнить невероятной экспрессией. Вот это совершенно не про Ван Гога. Это про Эль Грека. Этих художников как избежало многое, так и многое разделяло. Ну вот, например, для Эль Грека главными сюжетами было что-то мистически-религиозное. А для Ван Гога главными сюжетами или мотивами становятся самые обычные вещи и обстоятельства из повседневности. Это город, дома, кафе, звездное небо, комната, поле ржи, дорога, букет цветов. И это стало настоящей визуальной находкой Ван Гога и определило его художественную интонацию. И стало своеобразной ступенькой в развитии живописи, на которую уже опирались другие художники. Так, например, Эдвард Мунк, приехав в Париж, увидев картины Ван Гога, затем пишет свой знаменитый крик. Картина, которая становится, ну, как сказать, эпиграфом к 20-му столетию, в которой он использует вот этот самый метод выкручивания. Вспомним об оливковом дереве, где он выражает свою тревогу, ужас перед тем, чего он даже еще не видит, но очень устро ощущает, что оно приближается. Так или иначе, передает свои глубинные переживания, что, в общем, сделал эту картину своеобразной квинтэссенцией или символом искусства экспрессионизма. Человеческий крик, в свою очередь, становится мотивом для другого художника, англичанина Фрэнсиса Бэкона. Для своей живописи он пользуется в основном репродукциями, вырезками из газет или фотографиями. Так Фрэнсис Бэкон хранил кадр из фильма Эйзенштейна «Броненосец. Потемкин», на котором изображена кричащая няня с окровавленным лицом, разбитым пенснэ. Она стоит на знаменитой лестнице в Одессе. Вот этот рот становится мотивом для целого ряда произведений Фрэнсиса Бэкона, чьей задачей было выразить невыразимую боль. Может быть, даже боль всего 20-го столетия. Однажды Маргарет Тэтчер по поводу живописи Бэкона сказала «А, это тот художник, который пишет ужасные картины». Ну, может быть, это не картины ужасные, а мир, жизнь, которая создана руками таких людей, как Маргарет Тэтчер и ей подобных. Бэкон, кстати, однажды заметил, что картина – это нервная система художника, изображенная на холсте. Ну, и, по сути, это очень верно, потому что каждая картина, несмотря на свою статичность и на видимое внешнее спокойствие, по большому счету, это есть оголенный нерв. В 1985 году Фрэнсис Бэкон пишет картину «Посвящение Ван Гога», своеобразный итог своей серии «Картину Ван Гоги», которая была им начата еще в конце 50-х годов XX века. Эти картины и наброски были сделаны на основе картины Ван Гога «Художник на пути в Тараскон». Эту картину постигла судьба точно такая же, как и многих людей XX века. Она погибла во Второй мировой войне. Но остались эскизы, поэтому мы можем себе представлять, что хотел сказать Ван Гог, но и мы совершенно точно представляем себе, что хотел сказать Фрэнсис Бэкон. Для него это, с одной стороны, дань экспрессивному началу, а с другой стороны, это своеобразная дань тому романтизированному образу художника, символом которого для нас до сих пор является Винсент Ван Гог. Живите теперь с этим знанием. Всего вам хорошего и счастливого Нового года. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»